Всем привет! Меня зовут КС. В прошлом году я выпустил обзорное видео по технологии WPF. И за прошедшее время мне часто задавали вопросы, связанные с ней. В результате я решил выпустить цикл видео, посвященный WPF. И перед тем, как перейти к практике, познакомлю вас с теорией. Сама лекция очень длинная, поэтому я не только сократил ее, выбирая самое интересное, но также разбил на несколько частей. В первой части я расскажу следующие темы. Появление WPF. Преимущества. Типы приложений. Новые средства. Платформа .NET принесла с собой небольшую лавину новых технологий. Появился совершенно новый способ написания веб-приложений. Совершенно новый способ подключения к базам данных. Новые безопасные к типам языки. И управляемая исполняющая среда. Не последнее место заняла и технология Windows Forms. Библиотека классов для построения Windows-приложений. С годами Microsoft разработали многочисленные инструменты для создания пользовательского инструмента, предназначенные для построения настольных приложений. Каждый из этих инструментов предлагали кодовую базу для подставления основных аспектов приложения с графическим интерфейсом, включая главные окна, диалоговые окна, элементы управления, системы меню. В начальном выпуске платформы .NET, IP-интерфейс Windows Forms быстро стал предпочтительной моделью разработки пользовательских интерфейсов, благодаря его простой, но очень мощной объектной моделью. Хотя с помощью Windows Forms было успешно разработано множество полноценных настольных приложений, следует признать, что его программная модель довольно асимметрична. Проще говоря, некоторые его сборки не обеспечивают прямой поддержки многих дополнительных технологий для построения полноценного настольного приложения. Хотя Windows Forms зрелый и полнофункциональный набор инструментов, он был тесно привязан к некоторым частям внутреннего устройства Windows, которые не слишком изменились за последние 10 лет. Что более существенно, при создании визуального представления стандартных пользовательских интерфейсных элементов, таких как кнопки, текстовые поля, Windows Forms полагается на Windows API. В результате его ингредиенты мало поддаются настройки и изменениями. Например, чтобы построить стилизованную блестящую кнопку, придется создать специальный элемент управления и нарисовать каждый аспект этой новой кнопки, используя низкоуровневую модель рисования. Хуже того, обычные окна разрезаются на отдельной области и каждому элементу управления отводится собственная область. В результате не существует такого хорошего способа рисования в одном элементе управления, например, эффекта свечения под кнопкой, чтобы он распространился на область, принадлежащую другому элементу. И не стоит даже думать о создании анимационных эффектов вроде вращающегося текста, мерцающих кнопок, сворачивающихся окон или активных предварительных просмотров, потому что каждая деталь должна быть нарисована вручную. Начиная с версии .NET 3.0 предлагается альтернативный интерфейс под названием Windows Presentation Foundation или сокращенно WPF. Хотя платформа WPF включает знакомые стандартные элементы управления, она рисует каждый текст, контур и фон самостоятельно. В результате WPF может представить намного более мощные средства, которые позволяют изменить визуализацию любой части экранного содержимого. С помощью этих средств можно изменить стиль обычных элементов управления, таких как кнопок, часто даже без написания кода. Кроме того, можно применять трансформации объектов для вращения, растяжения, масштабирования и сдвига любой части пользовательского интерфейса и даже использовать встроенную систему анимации, чтобы делать это все прямо на глазах пользователя. И поскольку механизмы WPF визуализирует содержимое окна как часть одной операции, он может обрабатывать неограниченное количество слоев, перекрывающих элементов, даже имеющих нерегулярную форму и частичную прозрачность. В основе WPF лежит мощная инфраструктура, основанная на DirectX, API-интерфейс графики с аппаратным ускорением, который обычно используется в современных компьютерных играх. Это означает возможность применения развитых графических эффектов, не платя за производительность, как это было в Windows Forms. Фактически даже становятся доступными такие расширенные средства, как поддержка видеофайлов и трехмерное содержимое. Используя эти средства, при наличии хорошего инструмента графического дизайна, можно создать бросающиеся в глаза пользовательские интерфейсы и визуальные эффекты, которые были просто невозможны в Windows Forms. Хотя новейшие средства видео, анимации и 3D часто привлекают максимум внимания в WPF, важно отметить, что WPF возможно применять для построения обычных Windows-приложений со стандартными элементами управлениями и привычным внешним видом. Фактически использовать стандартные элементы управления в WPF так же легко, как и в Windows Forms. Более того, WPF расширяет средства, адресованные именно бизнес-разработчиками, включая значительно усовершенствованную модель привязки данных, набор классов для печати содержимого и управления очередями печати, а так же средства работы с документами для отображения огромных объемов форматированного текста. Доступна так же модель для построения приложений на основе страниц, которые гладко работают в Internet Explorer и могут запускаться с веб-сайта. И все это без привычных предупреждений о безопасности и надоедливых предложений к установке. Вообще говоря, WPF комбинирует лучшие из миров Windows разработки с новейшими технологиями для построения современных графически развитых пользовательских интерфейсов. Хотя приложения Windows Forms будут еще жить долгие годы, разработчикам, приступающим к новым проектам Windows, сначала стоит обратить внимание на WPF. Преимущества WPF Даже если бы единственным достоинством WPF было аппаратное ускорение через DirectX, это бы уже стало значительным усовершенствованием, хотя и не революционным. Однако WPF на самом деле включает целый набор высокоуровневых служб, ориентированных на прикладных программистов. Далее будет приведен список некоторых наиболее существенных изменений, которые привнесла с собой технология WPF в мир программирования Windows-приложений. Веб-подобная модель компоновки Вместо того, чтобы фиксировать элементы управления на месте с определенными координатами, WPF поддерживает гибкий поток, размещающий элементы управления на основе их содержимого. В результате получается пользовательский интерфейс, который может быть адаптирован для отображения высокодинамичного содержания или к разным языкам. Богатая модель рисования Вместо рисования пикселей WPF вы имеете дело с примитивами, базовыми фигурами, блоками текста и прочими графическими ингредиентами. Кроме того, доступны такие новые средства, как действительно прозрачные элементы управления, возможность укладывания друг на друга в множество уровней с разной степенью прозрачности, а также встроенная поддержка трехмерной графики. Развитая текстовая модель После многих лет нестандартной обработки текстов, WPF наконец представляет Windows с приложением возможность отображения расширенного стилизованного текста в любом месте пользовательского интерфейса. Если нужно отображать значительные объемы текста для повышения читабельности, можно воспользоваться развитыми средствами отображения документов, такими как переносы и разбиение на колонки и выравнивание. Анимация В WPF нет необходимости использовать таймер для того, чтобы заставить форму перерисовать себя. Вместо этого доступна анимация, неотъемлемая часть платформы. Анимация определяется декларативными дескрипторами, и WPF запускает ее в действие автоматически. Поддержка аудио и видео Прежние инструментальные наборы для построения пользовательских интерфейсов, таких как Windows Forms, были весьма ограничены в работе с мультимедиа. Однако WPF включает поддержку воспроизведения любого аудио или видео файла, поддерживаемого проигрывателем Windows Media, позволяя воспроизводить более одного медиафайла одновременно. Что еще более впечатляет, WPF представляет ваше распоряжение, инструменты для интеграции видеосодержимого в остальную часть пользовательского интерфейса, позволяя выполнять такие экзотические трюги, как размещение видеоокна на поверхности вращающегося трехмерного куба. Стили и шаблоны Стили позволяют стандартизировать форматирование и многократно использовать его по всему приложению. Шаблоны дают возможность изменить способ отображения элементов, даже таких основополагающих, как кнопки. Построение интерфейса с обложками еще никогда не было таким простым. Команды Большинству пользователей известно, что не имеет значения, откуда они инициализируют команду открытия, через меню или панель инструментов. Конечный результат один и тот же. Теперь эта абстракция доступна коду. Можно определять команды приложений в одном месте и привязывать их к множеству элементов управления. Декларативный пользовательский интерфейс Хотя можно конструировать окно WPF в коде, Visual Studio использует другой подход. Содержимое каждого окна сериализуется в виде XML-дескриптора в документе ZAML. Преимущество состоит в том, что пользовательский интерфейс полностью отделяется от кода, и дизайнеры графики могут использовать профессиональные инструменты для редактирования файлов ZAML, улучшая внешний вид всего приложения. ZAML – это расширенный язык разметки приложений. Приложения на основе страниц Используя WPF, можно построить браузер-подобные приложения, которые позволяют перемещаться по коллекции страниц, оснащенной кнопками навигации, вперед и назад. WPF автоматически обрабатывает все сложные детали, такие как хронология посещения страниц. Проект можно даже развернуть в виде браузерного приложения, которые выполняются внутри Internet Explorer. Приложения на WPF IP-интерфейс WPF можно использовать для построения широкого разнообразия приложений с графическим интерфейсом, которые в основном отличаются структурой навигации и моделями развертывания. Далее я коротко расскажу о них. Традиционные настольные приложения Первая и наиболее популярная форма – это традиционно используемая сборка, которая запускается на локальной машине. Например, WPF можно использовать для построения текстового редактора, программы рисования или мультимедийной программы, такой как цифровой музыкальный проигрыватель, средства просмотра фотографий и так далее. Подобно любому другому настольному приложению, это файлы .exe, могут устанавливаться традиционными средствами. WPF позволяет построить как базовые, простые бизнес-приложения без каких-либо излишеств, так и встраиваемые средства подобного рода. WPF – приложение на основе навигации. Приложения WPF могут также использовать структуру на основе навигации, которая позволяет традиционному настольному приложению вести себя подобно приложению веб-браузера. Применяя эту модель, можно построить настольную программу .exe, которая включает в себя кнопки «вперед» и «назад», позволяющие конечному пользователю перемещаться вперед и назад по различным экранам пользовательского интерфейса, именуемым «страницами». Само приложение поддерживает список страниц и обеспечивает необходимую инфраструктуру для навигации по ним, попутно передавая данные и поддерживая список хронологии. Для примера посмотрите на проводник Windows, в котором используется эта функциональность. Обратите внимание, кнопки навигации и список хронологии находятся в верхнем левом углу. Несмотря на то, что настольное приложение WPF может принимать веб-подобную схему навигации, помните, что это всего лишь вопрос дизайна пользовательского интерфейса. Само приложение остается в виде той же исполняемой сборки, запускаемой на настольной машине, и помимо внешнего вида, сходство не имеет никакого отношения к веб-приложениям. Приложение ZAML Browser Application Браузерное приложение ZAML Это WPF приложение, которое выполняется внутри браузера веб-страниц. WPF также позволяет строить приложения, которые могут размещаться внутри веб-браузера. Согласно этой модели, конечный пользователь переходит по заданному адрес, указывающими на наше приложение, которое представляет собой коллекцию объектов в пейдж. Затем прозрачно загружает и устанавливает его на локальной машине. В отличие от традиционной установки исполняемого приложения с помощью ClickOnce, данная программа располагается непосредственно в браузере и принимает встроенную систему навигации браузера. Преимущество данной технологии состоит в том, что она позволяет создавать сложные пользовательские интерфейсы, которые являются более выразительными, чем типичная веб-страница, построенная с помощью HTML и JavaScript. Объект Page WPF может использовать те же службы, что и настольное приложение WPF, включая анимации, двух-трехмерную графику, темы и т.д. По сути, веб-браузер в данном случае просто контейнер объектов в пейдж, а не средство отображения страниц ASP.med. Учитывая, что объекты Page разворачиваются на удаленном веб-сервере, данные приложения можно легко сопроводить в разных версиях и обновлять без необходимости поставки исполняемых сборок на пользовательские настольные машины. Подобно традиционному веб-приложению, объекты Page можно легко обновлять на веб-сервере, и пользователь всегда будет получать самую актуальную версию, обращаясь по заданному адресу. Возможным недостатком этой разновидности программ является то, что они могут работать только внутри веб-браузера Internet Explorer и Firefox. Другая проблема состоит в том, что машина, которая выполняет данное приложение, должна иметь локальную установку платформы .NET, поскольку объекты Page используются теми же сборками .NET, что и традиционные приложения. Учитывая это, данные приложения, ограниченные только средами в Windows, не могут просматриваться на системах, работающих под управлением Mac OS или Linux. Независимость от разрешения Традиционные Windows-приложения связаны определенными предположениями относительно разрешения экрана. Обычно разработчики рассчитывают на стандартное разрешение монитора и проектируют свои окна, с учетом этого стараясь обеспечивать разумное поведение при изменении размеров в большую или меньшую сторону. Проблема в том, что пользовательский интерфейс в традиционных Windows-приложениях не является масштабируемым. В результате, если вы используете монитор с высоким разрешением, который располагает пиксели более плотно, окно приложения становится меньше и читать текст в нем труднее. Эта проблема особенно актуальна для новых мониторов, которые имеют высокую плотность пикселей и, соответственно, работают с более высоким разрешением. WPF не страдает от этой проблемы, потому что самостоятельно визуализируют все элементы пользовательского интерфейса, от простых фигур до таких распространенных элементов управления, как кнопки. В результате, если вы создаете кнопку шириной в 1 дюйм на обычном мониторе, она останется шириной в 1 дюйм на мониторе с высоким разрешением. WPF просто визуализирует ее более детализированно, с большим количеством пикселей. Новые средства. Усовершенствование двумерной графики. Визуальное представление каждого элемента может быть радикально изменено через построители текстур. Разработчики, которые желают манипулировать индивидуальными пикселями вручную, могут также генерировать и медифицировать изображение с помощью класса Writable Bitmap. Облегчение анимации. Эти функции позволяют создавать более жизнеподобные анимации, которые прыгают, ускоряются и качаются естественным образом. Диспетчер визуального состояния. Облегчает изменение обложек элементов управления без необходимости понимания их внутреннего устройства и работы. Улучшенная визуализация. В WPF продолжает улучшаться качество отображения за счет преодоления проблем, связанных с моделью рисования, не зависящей от разрешения монитора. В WPF 4 можно использовать округление компоновки, которое выравнивает контейнеры по границам пикселей, гарантируя чистое изображение. То же самое можно сделать и при визуализации текста, гарантируя его четкость, даже при самых маленьких размерах. Кэширование растровых изображений. При правильном сценарии рабочую нагрузку процессора можно снижать, кэшируя рассложенную векторную графику в памяти видеокарты. Эта техника удобна, в частности, в случае использования анимации. На этом первая часть лекций заканчивается. В следующем видео я расскажу о новых элементах управления, изменении цвета и шрифта в приложении WPF. Всех, у кого есть канал на YouTube, приглашаю к сотрудничеству. Подключайтесь к партнерской сети АИР и зарабатывай вместе со мной. От себя гарантирую поддержку и скидки на рекламу. Ссылка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok